ЖКХ, дорожное строительство, благоустройство. Вопросов по этим темам поступило больше всего. Очень много обращений было связано с медициной и, конечно, с коронавирусом. Каждый день Александр Богомаз начинает со свода к числе заразившихся, госпитализированных и умерших. И это очень нерадостная информация. Единственный способ победить пандемию – это вакцинация, убежден глава региона. Привито на сегодня порядка 470 тысяч. Если взять вместе с ревакцинацией, то у нас, по-моему, 512 тысяч на сегодня привито. Если мы возьмем взрослого населения, у нас там 970 тысяч человек, то понятно, если от общего населения, то у нас сегодня где-то порядка 50%. То, что сегодня говорят ученые, ученые, вирусологи, это то, что получить коллективный иммунитет нам нужно не менее 80%. Вот когда будет 80%, мы получим коллективный иммунитет. И, конечно, сегодня я и пользуюсь сейчас, и обращаюсь к жителям, нужно прививаться. Нужно прививаться. Почему? Потому что другого способа победить данную инфекцию у нас нет. Сегодня у нас вакцины на складах более 100 тысяч доз. Вот она есть в достатке, с избытком. Вот только осталось одно – благоразумие нас всех вместе взятых для того, чтобы получить коллективный иммунитет и для того, чтобы эту болезнь действительно вам пережить. Общероссийская тенденция – нехватка врачей. С такой жалобой, в частности, обратились жители Сельцо. Врачей действительно сегодня у нас нет в том количестве, в каком бы хотелось. Но если взять в общем, то это проблема не только Брянской области, это проблема всей страны. Еще два года назад была принята областная программа по обеспечению жильем наших медицинских работников, которые приходят в нашу Брянскую область. И нам удалось уже на сегодня, могу сказать, закупить более 250 квартир для наших медицинских работников. По истечении 10 лет медицинский работник сможет перевести служебную квартиру в личную собственность. Кроме этого ведется работа по капитальному ремонту зданий медицинских учреждений. Закупается новое современное оборудование. Одним словом, создаются максимально комфортные условия для работы медиков. Жители Новозыпкова обратились к губернатору со словами благодарности за активное участие в спасении градообразующего предприятия – машиностроительного завода. Он был на грани полной ликвидации. Удалось найти инвестора, который выкупил завод, погасил долги по зарплате и готов вкладывать деньги в развитие этого предприятия. На прошлой неделе встречались с хозяином завода в Москве. В Москве и те планы, которые он мне озвучил, и, понимаешь, когда ты встречаешься с человеком и действительно разговариваешь над ним на одном языке, ты понимаешь, какие деньги они сюда вложили, что они хотят здесь делать, а там будет полностью ремонтироваться подвижной состав. Вот то, что сегодня именно проблема подвижного состава, который срок службы выходит, его нужно и колесные пары ремонтировать, и сами вагоны, и вот это производство, оно будет здесь открыто в ближайшее время. Они уже сейчас набирают и коллектив, но и те деньги, которые они вкладывают, они вкладывают для того, чтобы данное производство работало. Это, конечно же, перспектива для и Новозыпкова, и для жителей, и для бюджета Новозыпкова, и для бюджета Брянской области. Ряд обращений поступил от многодетных семей. В частности, в Клинцовском и Жуковском районах люди стоят в очереди на бесплатные земельные участки, которые им положены по закону. Мне непонятно, почему в Жуковке и в Клинцах не получили сегодня люди данные земельные участки. Почему? Потому что у нас из всех проблем, которые сегодня есть по многодетным, это проблема Брянска и Брянский район, где много сегодня и стоит на очереди. И люди хотят получить ту землю и почти 1600 участков сегодня уже, можно сказать, почти готовы. Первая часть там уже более 300 выданы, остальные в этом году. Большая часть обращений поступила от жителей областного центра. И здесь одной из главных тем стало благоустройство и дорожное строительство. В следующем году масштабная реконструкция ждет Центральный парк культуры и отдыха имени Тысячелетия Брянска. Город занимается проектом, чтобы Курган Бессмертия действительно был хорошей визитной карточкой для отдыха жителей города Брянска. Это то место, когда я еще в свои молодые годы, мы там ходили студентами, и действительно там был центр, где можно было собираться и отдыхать. Я еще когда-то там на соревнованиях по лыжным гонкам выступал. Деньги мы в бюджете города Брянска, мы им даем дотацию, они закладывают. Жители Брянска поблагодарили губернатора за новую дорогу, которая соединила Фокинские и Володарские районы. Александр Богомас отметил, что на этом большое дорожное строительство не закончится. В планах строительство магистрали от корчежа до Черного моста. Мы сейчас делаем проект, чтобы разрузить советский район, чтобы те машины, которые идут с телецентра на 2-й Брянск, вот там четырехполосная дорога сзади кирпичного завода и выходом сюда прямо на мост. Вот это сегодня мы проект делаем и ближайший год, ближайший там 23-24 год мы его построим. Уже строится мост через Десну в районе набережной. Запланировано строительство моста через Ипуть, дороги по улице Иваново в районе Старого аэропорта. Жители этого микрорайона обратились к губернатору с тем, что новой 71-й школы мало для такого большого жилого массива. Глава региона сообщил, что эта школа не будет единственной. Построены три детских сада, построена школа. Сейчас мы сдаем дворец Синедоборств. В дальнейшем на 23-й год там также в плане у нас стоит строительство школы на 1225 мест. И вот когда построим еще одну школу, то понятно, что эти проблемы, которые сегодня есть, а там сегодня действительно есть проблемы, там, по-моему, один из только первых классов в этом году было. То есть мы эту проблему решим для данного микрорайона. Но для этого нужно время. Жители региона интересовались развитием нашего аэропорта, услугами которого пользуются не только брянцы, но и наши соседи. В этом году ожидается, что пассажиропоток международного аэропорта Брянск превысит 120 тысяч человек. Мы летаем по 11 направлениям. На следующий год нам сегодня Министерство транспорта еще два направления открывает. Это Дагестан и Архангельск. Мы берем инфраструктурный кредит, который нам одобрило правительство Российской Федерации. И будем строить как новую взлетно-посадочную полосу, которая соответствует современным требованиям. И может принимать борты не только днем, а и в ночное время суток. Ну и, конечно же, новый аэровокзал. Это вот та работа, которая сегодня у меня стоит в приоритете как губернатора. Стадион труд до сих пор не реконструирован, пожаловались жители Новозыпково. Александр Богомаз разъяснил, что подрядная организация, которая выиграла торги, отказалась завершать работы. Эта компания внесена в список недобросовестных и должна выплатить штраф за срыв контракта. Сейчас идет поиск другого подрядчика, который сможет завершить реконструкцию в 2022 году. А вот в Карачеве другая проблема. Стадион там отремонтировали, но вот попасть на него жители не могут. Что касается Карачева, данного стадиона, вы знаете, что, наверное, нужно принимать кардинарные меры как губернатору к руководству данного муниципального образования и тех людей, которые ответственны за данный стадион. Мы его примем. Несмотря на некоторые проблемы и недоработки на местах, развитие спортивной инфраструктуры в Брянской области идет последовательно и планомерно. Стали с этим уходом 72 спортивных объекта. Те цели и задачи, которые я как губернатор поставил перед собой и своей командой, это чтобы в каждом муниципальном центре были спортивные объекты, которые позволяли нашим жителям данного района иметь те условия, которые имеют жители и областного, и других наших центров. А это что? Это Касков бассейн, это ФОК, это Ледовый дворец, это футбольное поле. А кроме этого импульс к развитию получит лыжный спорт. В 10-м микрорайоне Брянска запланировано создание современного лыжного центра. Будем строить хороший лыжный центр в 10-м микрорайоне, современный, где будет возможно провести соревнования зимой, даже когда не будет снега, со всеми современными пушками и стадионом лыжным. То, что спорт-объекты на Брянске не востребованы, а здоровый образ жизни популярен среди молодежи, подтвердил звонок из Дядькова. Юный хоккеист обратился к губернатору с просьбой пригласить на открытие местного ледового дворца олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. Мы пригласим сюда олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, который мы постоянно находимся на контакте, который и нас консультирует, и по тем по ледовым дворцам, которые мы строим. И когда мы будем открывать ледовый дворец в Дядькове, то мы пригласим не только Третьяка, но и команду «Звезд». Хорошо, сделаем. Приедут? Конечно, приедут. Раз дети просят, то как не приехать? Приедут. Прямая линия длилась два часа. За это время было озвучено 46 вопросов. Всего же к главе региона поступило свыше двух тысяч обращений. Полную версию прямой линии с губернатором смотрите в ближайшее время на нашем канале. Александр Новиков, События.